Назначено, и мы не отходим от указанного чтения, повествуется о вере Моисея. Вот если бы люди подражали Моисею, то сегодня уже кое-что изменилось. Не стали бы держаться за должности свои, за работы, за красоту, за звание, за имущество. У него это все было в достатке. Но когда он пришел в возраст, как написано в сорокалетнем возрасте, он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное и греховное наслаждение. Наследник всемирной империи, впереди им проходят армии, впереди будут победы, звания, поклонения. Но внутри его все время голос, который он слышал от матери. Вы знаете, может быть, что когда он был маленький, в корзинке отправлен, выловлен, то большую роль сыграла его сестра. Она нашла кормилицу ребенку, и кормилицей была собственная мать. Но разве это не достойно кисти художников и режиссеров? Посмотри, как все удивительно делается. И вот что она, мать, сумела дать ему до трех лет. Кормили грудью до трех лет. Не так, что сейчас едва придет жена из роддома, уже муж начинает с ней жить, она, и поэтому ребенок отвергается к груди. Это все беззаконие. Пока ребенок от груди не отсажен, муж не должен знать жену. Поэтому дети такие хилые. Видите, сколько выводов косвенных можем отсюда делать. И очевидно, она пела. Маленький ребенок, он многого не запоминает, но пение западает в душу. Колыбельная песня. Для чего? Сегодня говорят, когда мать беременна, нужно слушать хорошую музыку. Ребенок слышит. Вот кто видел овечки, они идут, у них голова все время внизу. И они очень плотно, они как коровы, они рассеются далеко друг от друга. Корове нужно место, иначе она видит соперницу и бодает ее. А овечки кучей идут. И игненок сразу потеряется. Как только родился. И овечки непрерывно, она ест траву, полный рост травы, и все время издает звуки. Мякает и мякает. Блеет. Почему? Она издает голос, по которому он ее ищет в этой толпе. Он еще и игненок не родился, а она все время блеет, и он внутри слышит. Как только он родился, он из миллиона голосов, ее голос, тембр срабатывает, он бежит. И так заложил Бог. Вот это нужно взять и нам. Почему? Мы названы овцами, паси актов моих. Мы сами по природе уже овцы, бестолковые бараны. И мы по голосу должны знать голос Небесного Отца, Матери Церкви. Почему люди бредут в разные секты? А у них нет навыка церковного, никакого, как говорят, корней. Я не люблю это слово, но в данном случае это так. Родители не пустили корни пением. У нас сегодня необычный день, после службы мы приступаем к пению, разучивать пение будем. Чтобы мы по голосу своих находили, где христиане. Ведь это не случайно, что на распев иногда молитвы читаются. У мусульман Маудзин кричит с минорета, призывает на молитву, тоже на распев. Я спросил, а как в других религиях? Точно так же. Везде пение существует, пение. Для чего поют птицы? Ведь это все надо взять для себя. Почему? И вот до всего, до этого человек доходит в утробе матери. Как он мог Моисея это все впитать? Сорок лет, уже, казалось бы, удовольствия должны были заглушить впечатление детства. Ходил с бабушкой в храм, потом забыл, потом я стал комсомольцем. Вот некоторые пишут, здесь все сохранилось в нем. Значит, мать сумела заложить твердое основание. И придя в возраст, само когда юность, кипит огонь, привлекает женский род, он все оставил, предпочел страдать с народом Божиим. Он только один раз увидел, как народ Божий страдает, он не прошел мимо. Ну а что сделаешь, такая обстановка. Он мгновенно вступился, огорнулся, никто не видит. Сразу же убил египтянина. Родного брата моего обижают. Иоанн Заталус говорит так. Если имя царя хулиться, и ты восстанешь и ударишь негодяя, от царя получишь награду. Тем более, когда ты слышишь, ругает имя Божие, ударом загради его уста. Я не призываю их к этому, но все-таки ревновать об этом надо. Когда поносят Слово Божие и истину, останавливаются около храма, вы видите, какой народ темный, натравлен с священниками. Не проходите мимо. Все время в руках имейте меч. Обнаженный, это Слово Божие. И так Моисей имел в руках этот меч ревности. Он еще не знал, что он будет посредником между Богом и людьми, что через него выйдет закон, что тысячелетия, миллиарды людей будут обращаться к его имени, что его именем будут называться премьер. Вот был Моше Даян. Моше это Моисей. Мы просто не знаем произношение этих слов-то. Вот что такое. И он, говорит, захотел страдать с народом Божиим. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он все равно невидимое. Сокровище, да. А поношение Христова о Христе никто не слышал. Откуда? В прообразе того ягненка, который будет приноситься в жертву. Это все без имени Христа шло. Нигде имя Христова не упоминается в Ветхом Завете. Но весь Ветхий Завет был проникнут ожиданием Мессии. И это единственное послание в Новом Завете, единственная книга из 27, в которой упоминается неоднократно слово «богослужение». Богослужение нет такого слова в Новом Завете. Это он евреям говорит. А Ветхий Завет полностью проникнут богослужением. Почему такая разница? Потому что народ был грубый, народ был в детском состоянии ума, и ему нужно было через образы показывать на самую суть. Богослужение, богослужение всюду показывало на Христа. Он придет. Ягненок, Христос, любая нить, жертва, Христос, Христос. Христос, который должен родиться. И сразу «а нам?» «А нам ожидаем грядущего Христа во славе небесной». Если у них посты назначались только в честь скорбных дат, то у нас все посты назначены в честь смирения собственной души, для прославления Бога. Вот в прошлое занятие кто-то мне задал вопрос очень глубокий. 8 глава 14-15 стих Захария. Там упоминают 4 поста, какие дни. Откуда эти посты? Неоткуда. События выбили из них эти посты. И все они были связаны с Иерусалимом. Все. Первый пост они сразу же назначили. Как только город был окружен, осада началась. И многие вспомнили слова пророков. Будет великое горе. Вот это пост. И они из года в год его во время пленения все вспоминали. А ведь вчера мы выходили в поле. Такая была свобода. Сегодня не выйдешь. Вокруг стоят войска. Дымятся их станы. И второй пост назначили в честь падения Иерусалима. Третий в честь сожжения храма. Видите, все связано было с гибелью национального достоинства, потери независимости. Может у нас будет особый день поста, когда день объединения с Московской Патриархией объявят. Это вавилонское пленение. Это страшное вавилонское пленение. Но идти надо будет. За то, что мы сидели на месте, на своих дрожжах. Поэтому то, что мы вводим, как будто новое, ничего нового нет. Так всегда было. Вот эти надписи всю довезем. Мы стараемся пробудить душу, чтобы заработала душа. Вот эти семь минут цените. Не передвигайтесь. Не охорашивайте платки друг к другу. Полное молчание, даже не креститься. И дома старайтесь перед молитвой, после молитвы хотя бы несколько минут спокойно углубиться. Не просто отбарабанил, я правила вычитал, побежал. Держите тонкую, нежную и интимную связь с Богом. Что скажет Бог в этой тишине? Он всегда в тишине говорит. Не в громах и молниях. Надо быть очень внимательным. Я вчера на это слово говорил проповедь. Очень внимательным. Моисей был очень внимательным голосу матери, которая пела ему песни. Еврейские песни. Потом они будут петь песни пленения. На вербах повесили арфы. И поется во время поста. У нас поется сейчас. Ведь это все надо соединить. Чтобы мы добровольно согласились страдать с народом Божьим. И четвертый пост они назначили совсем по необычной причине. Когда захватчики навели порядок, убили всех противников, они поставили своего человека, который был нейтральный. Мы есть такие, занимая золотую середину. Я думаю, что мы именно нейтральные. Мы против объединения, но и не противимся, как будет дело решено. Вот такую позицию занял еврей Гадолия, сын Ахикама. Его поставили власти. И ему даны были полномочия собирать рассеянных, платить налоги. И великий урожай Бог дал в первый же год им. Но нашлись патриоты, вот это русский союз русского народа, черная сотня, которые во всем видят только вина евреев, евреев, евреев. Это великую кровь несут они. Они решили убрать его. И Смаил пришел и убил его. Гадолию. И в честь Гадолии назначен был пост. Это четвертый пост, о котором Захария говорит. Может быть, с нами поступят так же. История повторяется. Ну, в миниатюре, конечно. Не в таких масштабах. Они согласились с пленом, все. Наладились отношения. Все равно не успокоились патриоты. Они наложили на него руку, тайно завлекли, убили. Ну, дальше историю надо считать. Итак, мы захотели страдать с народом Божиим. Мы к этому подвигаемся. Апостол Павел, 21 глава 13 стих, говорит. Когда его убеждали не ходить в Иерусалим, он говорит, что вы сокрушаете сердце мое, я готов умереть. Вот такое у него было желание пострадать за имя Христово. Его не могли уговорить. Все знали, как он нужен, молились с ним. И вдруг он идет и говорит, леса моего больше никогда не увидите, мы никогда не будем вместе молиться, вы никогда больше не услышите слово мое. И плакали на шею ему, целовали, прощались и сказали, ну, видимо, так должно быть, да будет воля Божия. Решимость пострадать не осуждается, но она должна быть в ожидании, когда Бог соблаговолит. Книга Исход, 14 глава 12 стих. Когда вышли израильтяне из египетского племения, сердца их были не готовы. И они стали роптать. Я вот рассматриваю слово, когда люди что считают лучше. Им было страшно трудно. На истребление шла нация. Мальчиков нет, а девочки идут по горемам. Нация исчезает. Но они говорят, лучше бы нам было не выходить и находиться в Египте, нежели умереть в пустыне. Так умирать-то в пустыне не надо было. Моисей вывел не умирать. Он вывел их на спасение. Но за ропот Господь их крутил на одном месте 40 лет. А там 40 дней пусть и было всего-таки. А они избрали, что это лучше. И вот некоторые считают сегодня, ничего не делать, а находиться, может быть, в этом рабстве, в патриархии. Политической системы ничего не делать. Не лучше. Лучше это пробудиться душой и начать молиться и покориться Господу. Считаем книгу пророка Иоанна, 4 глава, 3 стих. Когда он огорчился из-за погибшего растения, лучше мне умереть, нежели жить. Ни за чего. Люди не научились выбирать, что такое лучше. Лучше это быть со Христом. Лучше это выполнять волю Божию. Самое лучшее слышать голос Божий. И самое лучшее в вечности быть с Богом. Вот это лучшее. Избери однажды. И все время к этому краю подбивай. Чтобы не было, и ставь эти вопросы. Что я ищу? Иоанн Гелетьяна, 18-14. Каяфа говорит, ни о чем не подумайте о том, что лучше бы умереть за народ одному, нежели чтобы все погибли. Вот это лучшее Христос избрал. Лучше. Самое лучшее. Это не возлюбить свою жизнь. Даже до смерти. И смерти крестной. Ничего нет лучше, как жизнь положить на алтарь Христа. В первом послании к Коринфянам, 9-15. Сегодня эти слова не один, я думаю, архиерей сказать не сможет. Он говорит, для меня лучше умереть, нежели чтобы кто отнял мою похвалу. Павел все время трудился. И трудился безлезно. Он не брал за проповеди. Нигде. Все, а хотя проповедующие, написано, должны жить от благовествования. Трудящийся достоин пропитания. Это законно. По слову Божию. Но Павел взял шкалу выше. Проповедовал, служил и работал руками. Жил за свой счет. И за это, говорит, мне будет похвала. И чтобы кто отнял от меня эту похвалу, мне лучше умереть. Как он любил свое дело. Сегодня никто не может этого сказать. В первом послании, первая книга Маковейская, 3.59. Когда Израиль был в поношении, нашлись люди, как Матафия, подняли восстание и говорят, лучше нам умереть в сражении, нежели видеть бедствие нашего народа и нашей святыни. Мы оказываем очень большое сопротивление. Кажется, мы согласны, идем на объединение. Это внешняя сторона, а внутренне-то ведь не так. Мы все больше наращиваем силу решимости бороться до конца. Мы ни в чем им не уступаем, нигде, ни в одном пункте. Мы будем переносить все страдания. И лучше нам умереть, нежели лишиться того, чего мы достигли. Когда входите в эти храмы, посмотрите, кому-то подойдите и скажите, вот говорите оглашенно и извидите. А это нужно говорить? Ну как же, это литургия богослужения. Значит, наше богослужение выше еврейского, да. Они буквально исполняли все. Если бы кто-то что-то нарушил, смертная казнь была бы. А почему вы нарушаете оглашенно и извидите, и никто не выходит? Священник повинен смерти уже, если он и не выполняет. Если аналогию с святкозаветным богослужением делать. Везде говорят, никто их не выбрасывал, слава. Хотя были попытки убрать. А почему не выводят? Ну а как? Это же мысли наши. Это начинает по Гоголю объяснять. Не мысли, а люди. Оглашенно это люди. Которые должны выйти из храма. Они не могут выполнить. За этим стоит слишком много. Это означает нет работы. Овцы и козлы вместе. Волки с овцами. Никто не знает кто. Работы никакой не ведется. Они просто оглашены за детьми. Вы чаще останавливаетесь на теме неправильное крещение. Они сейчас полное погружение делают. Суть не меняется. Они не подготавливают. И не по 15 минут один час подготовка, катетизация должна быть. А не менее трех лет. От трех до пяти лет. Если человек ничего не знает. Вторая книга Морковейская. И Сирах 17.4. Лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. И это в Ветхом Завете, когда бездетность считалась поношением, то, что Бог не благословил. И однако пришли к выводу, а что толку иметь детей, которые не слушаются, которые не верят в Бога, которые после смерти будут вечно мучиться в аду, да лучше бы их и не было. Это и так понятно. Значит, если дети есть, это главное поприще, на котором ты должен простираться. Ежедневно. И днем, и ночью. Найти свои ошибки. Утилить молитву. Особенно во время поста. Я делаю вывод такой, что если люди из лишней комплекции, лишний на них вес, значит, у них все в порядке. Я уже другие выводы начинаю делать. И мне очень сильно скорбеть, печалиться, убиваться, истощать свою плоть. Как Давид говорит, кости мои обожжены и не на чем встать, утопая в болоте. Он день и ночь плакал. Это выходит, все у тебя в порядке. А в действительности это не так. Это беспечность. Сирахов 41.29 Где что лучше? Не живи жизнью нищенской. Лучше умереть, нежели просить милостыню. Значит, надо работать. Работать в телесном плане и в духовном. С кем встречаетесь, чтобы вас сразу определили, что вы знаете. Вот я присутствовал на прощенном воскресенье у Покровского собора. Наши братья беседовали, сестры. Стояли священнослужители. И видно, некоторых тронуло. Как знают, Писание. Да, конечно, вы вот смогли. У них прорывается это. Да, конечно, вы вот знаете Писание. Ахадин хотел тоже козырнуть. Вот написано в Евангелии Матфея. А это у Луки написано, он даже не знает. А глава? Махнул рукой. Жалко, я не знаю, где написано. Священник. Да, вот это и жалко. Это меч у тебя заржавлено. А может, и меча у тебя никогда не было. Он там и висит за еходом. Меч Голиафа. Давид 3.6. Лучше умереть, говорит он, нежели слышать лживые упреки. Будьте осторожны с упреками. Сначала знайте, где истина. И только после этого упрекать, когда человек явно нарушает что-то. Страдать с народом Божиим. Пересмотрел всю Библию, нашел только одно место здесь. Чтобы открыто с такими словами было сказано. Я желаю страдать с народом. Нигде больше этого нет. Только здесь. Хотя слово страдать в Библии встречается 149 раз. А в Новом Завете 71 раз. А иметь греховное наслаждение тоже встречается только один раз здесь. Или переводчики так искусно перевели. Или это в оригинале. Мне этого не узнать. Но перевод блестящий. Действительно иметь временное греховное наслаждение. Ну скажи, что было впереди у каждого в жизни. Доставляло удовольствие. Ну понятно, что не по слову Божию. И где оно? Ничего нет. И все кончится. Римлянам 15.24 В чем же истинное наслаждение? Он решил, говорит, иметь во Христе спасение, нежели иметь греховное наслаждение. Я решил второе слово рассмотреть. Потому что к этому стиху относятся. А в чем наше наслаждение? Без наслаждения это ведь скучная жизнь будет. Апостол Павел говорит, проводите меня туда, куда собирался в путешествие, в командировку. Скоро наслажусь общением с вами. Хотя бы от счастья. Вот это наше взаимное общение, наслаждение. Мы сегодня начнем это наслаждение расширять. Одним и теми же песнопениями духовными. Больше будем вместе. Не спешите убегать. Некоторые только счетки уже в коридоре не заходят. Кончат в благослужение сразу заходите. Чтобы лишнюю минуту нам побыть вместе. Это наслаждение. Видеть друг друга. Радоваться. Некуда совершенно чужих друг другу. Кровью Христа спаянных вместе. Бог дал такой нам уголок. И пишут даже об этом в своих свидетельствах. Что мы как-то были более разрознены. До времени, пока не дали нам вот этот дом власти. Господь кощу нас сделал. Это нас объединяет. Даже вот вы приходите по двое, уборку делаете. Это вас родит. Вы уже знаете с кем мы вместе. Это наша жизнь. Это маленькие кусочки мозаики не чужой жизни нашей. Исайя 66.11 Говорится о радости, о наслаждении, которое мы имеем от Господа. Много об этом говорится и в житиях. Исход 32.32 Жажда любви к народу Божию у Моисея проявлялась в непостижимом. Он даже сказал однажды. Господи, прости им грех, а если нет, то и изгладь меня из книги жизни. Думая, что говорил в экстазе, не понимая, что говорил. Из книги, в которые ты меня вписал. Что угодно, но только не это. Он просто не знал. Некоторые тоже так говорят, и надо просто думать. Во втором послании Тимофею, 4 глава, 5 стих. Как бы дает пояснение, расширение того, что говорил Моисей. Он страдал с народом Божиим, неся его тягоды. Павел говорит Тимофею, переноси скорби, совершай дело благовестника. Моисей об этом, конечно, не знал. У нас скорби другие. Самый скорбный путь это благовестника. Священник что? Он отслужил, кадила погасил, повесил, переоблачился, задним ходом вышел из храма и ушел. А благовестник, он должен к каждой душе дойти. Священникам не нравится, я цитирую слова Иоанна Златоустом. Он говорит, чтобы обратить душу, нужны тысячи талантов. Я должен быть и психологом, я должен кое-что иметь в нужде помочь человеку, утешить, разобраться в хитросплетениях событий. Тысячи талантов. А чтобы крестить, ни одного таланта не надо. Достаточно быть только рукоположенным и все. Взял книжечку по ней, прочитал и Бог таинство совершит. Страдай, совершай дело благовестникам. Вы если хотите страдать с народом Божьим, а нам говорят, что Россия и Второй Израиль, не будем опровергать, но тогда давайте дальнейшее считать, что мы маленькую роль Моисея выполним в своей жизни. И страдать с народом Божьим, это значит понять, что люди не знают Бога, не знают Священного Писания. Я повторяю неоднократно слова неправославного человека, но очень компактно сказанного. Мартин Лютер сказал, в мире есть одна личность, Христос. Мысленно повторите. В мире есть одна личность, Христос. И только одна книга-Библия. И только одна книга-Библия. Христос и Библия, в двух словах. Вот это несите в мир. Вас будут обзывать, поносить, неважно. Главное, что вы будете делать дело благовестника и страдать с народом Божьим. Откровение, 2 глава, 3 стих. Господь говорит, «Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени Моего трудился, и не изнемогал». Те, которые для имени Христова трудятся, распространяют благовестие, получают одобрение от Бога уже ныне и в вечности. Те, кто перед людьми, Он исповедует тебя перед всей вселенной. Итак, апостол Павел напоминает евреям, что все богослужение их, которое они и сегодня совершают, было направлено ко Христу, которого они раздяли. И то, что мы приходим сюда, это для того, чтобы мы уподобились Христу. И пост для того, чтобы мы все внешнее, ненужное и внутреннее скверное отвергли. Наши посты для того, чтобы мы очистились, как Петров пост, чтобы получить благословение Духа Святого и пойти на проповедь и страдать, как истинные благовестники Христовы. Аминь.